Завтра, 4 октября, отмечается 85-я годовщина со дня образования системы гражданской обороны страны. Как работает система оповещения в Чувашии? Далее. 112 петухов беспокоит. Как меня слышите? Еще раз проверка. Хорошо, спасибо большое. 112. Запомнить просто, набрать легко. Этот номер должен запомнить каждый житель Чувашии. Ведь пригодится он может в самых сложных ситуациях. Из единой диспетчерской службы информация моментально должна направляться во все необходимые структуры, которые уже смогут оказать помощь. Мобильное реагирование операторов – это критерий успешной работы. Слаженная работа существенно сократит время от момента поступления вызова до оказания реальной помощи. На территории Чувашии служба ЕДДС создана во всех 26 муниципалитетах. Любые эти системы, они имеют переходный период. И никто не говорит от того, что даже если вы опытную эксплуатацию пройдете, и будет она в промышленной эксплуатации, то на этом мы должны забыть все насветить телефоны. Нет. Мировая практика показывает, что лет 15-20 в развитых странах, в той же Финляндии, 15 лет переходили. Понимаете? И поэтому дублирование все равно будет идти. Просто все в большей и большей степени будут как-то разгружаться и все. Но это нормальное явление. На сегодняшний день развернутый в столице сегмент системы 112 эксплуатируется в тестовом режиме. Для приема экстренных сообщений по телефону 112 в Чувашии создан свой центр обработки вызовов. Наши спасатели показали, как идет работа по введению в эксплуатацию службы экстренной помощи. Оборудование установили за счет федеральных средств. 19 миллионов из федерального бюджета было выделено в прошлом году на техническое оснащение. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Арана Гавилян, Республика.